Вы смотрите новости Бирска на ЮТВ. Меня зовут Варвара Вараксина. Здравствуйте! Сегодня в праздничном выпуске самые добрые сюжеты и поздравления главы администрации Бирского района. Биряне собрались на центральной площади Бирска на открытии ледового городка. Главный волшебник поздравил горожан с наступающим Новым Годом. В Бирске торжественно зажгли елку. Мероприятие получилось семейным. На площади собрались родители с детьми, жители и гости города. Концертную программу подготовили артисты городского дворца культуры. Для Бирян мы подготовили праздничную новогоднюю программу, которая называется «С Новым Годом, Бирск!». В этой программе заняты все творческие коллективы городского дворца культуры, режиссер программы Гульнара Аледдинова. Ведущими праздника стали Снегурочка и блогеры. Также удачно вписались в программу символы уходящего и Нового Года. Новогоднюю сказку дополнили оригинальные номера, песни, танцы коллективов «Импульс», «Вавилон», «Шанс», «Маски», «Ола», интерактив со зрителями. Так как в этом году водить хороводы нельзя, артисты устроили флешмоб. В период пандемии нам настолько было скучно и хотелось движения, что в этой программе заняты почти все творческие сотрудники городского дворца культуры. И знаете, это очень объединяет. Вот эта цель была поставлена – устроить людям праздник, а праздник нам нужен, потому что мы соскучились по живому общению. И это так было здорово. Мы очень довольны и готовы представить эту программу всему городу Бирску и обнять всех и поздравить с наступающим Новым Годом. Биряне вместе с блогерами подвели итоги года, вспомнили об изменениях, которые произошли в Бирске. В завершении главный волшебник дал старт праздничным народным гуляниям. 16 наград нашли своих героев. 29 декабря личный состав 59-й пожарно-спасательной части поздравили с профессиональным праздником и наградили отличившихся. Пожарных и спасателей Севера Башкирии поздравили с профессиональным праздником. На территории 59-й пожарно-спасательной части состоялась торжественная церемония. Начальник главного управления МЧС России по республике Башкортостан Марат Латыпов вручил 16 ведомственных наград. 26-й отряд, который охраняет у нас северный куст республики. Мы всегда отмечали это в больших залах в Уфе и приглашали весь личный состав для поздравления. К сожалению, сейчас это невозможно. И сейчас это проводится с условиями, с учетом дистанцирования и небольшими группами. Но мы должны медаль вручить сегодня. И вообще в эти дни медаль должны найти своих героев. Во время церемонии минуты молчания почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Генерал-майор внутренней службы Марат Латыпов поблагодарил за службу сотрудников подразделений, поздравил личный состав и Бирян с наступающим Новым годом. От всей души поздравляю всех Бирян с Новым годом. Желаю всем в Новом году побольше здоровья, поменьше болезней, побольше общения, чтобы у нас наконец-то появилось, безопасной жизнедеятельности, поберечь себя и своих близких от чрезвычайных ситуаций. Желаю всем здоровья, благополучия, добра и успеха во всем. 31 декабря телеканал ЮТВ предлагает окунуться в атмосферу праздника вместе с Ламповым Новым годом. Талантливые уфимцы исполнят любимые хиты, а приглашенные гости расскажут, куда поехать на каникулах, что почитать и что посмотреть. Согласно исследованиям агентства Zoom Market, 86% россиян проводят новогоднюю ночь в компании телевизора. 56% из них смотрят выступления эстрадных звезд. Среди городов России, где особенно любят голубые огоньки, Уфа занимает восьмое место. В этом году телеканал ЮТВ приготовил для жителей Башкирии альтернативу приевшимся песням и звездам русской сцены. Ламповый Новый год – это теплый вечер в компании талантливых исполнителей и многое другое. У нас будет много музыкальных наших уфимских групп, они будут петь наши самые любимые песни и новогодние, и просто какие-то, которые можно петь вместе с друзьями, с семьей. Будут у нас приглашенные гости, которые расскажут, куда съездить на новогодние праздники, что посмотреть, что почитать, как правильно украсить новогодний стол, что можно есть, что нельзя есть, можно ли есть двухдневные заветренные салаты. На мой взгляд, у нас одна из самых лучших программ приготовлена на новогоднюю ночь на отечественном телевидении, но не забывайте о том, что можно смотреть еще телевизор и в выходные дни. У нас целых 10 выходных, и там вы увидите тоже много всего интересного. Это самые лучшие передачи, которые были сделаны за год. Это и сериалы, и фильмы. 1 января телезрители смогут посмотреть картину Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». Добрая юмористическая картина с башкирским колоритом и узнаваемыми местами столицы, которую сняли на Гранд Министерства культуры Башкирии. Барит, я влюбился. Нельзя, та шадьба. Барит. Я знаю, как ее найти, правда. Да я даже рад, что этой свадьбы не будет, да! 2 января – марафон серии первого сезона сериала «И это все, Роберт». Первый уфимский многосерийный фильм в жанре криминальной драмы, над которым работала продакшн-студия Риаза Исхакова при участии съемочной группы телеканала ЮТВ. Съемки проходили в Башкирии, Исландии и, конечно же, в Уфе. «И это все, Роберт» стала самой дорогой картиной в истории башкирского кинематографа. Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в нашей республике. 3 января телезрителей ждет день проекта телеканала ЮТВ «Один из нас». Его автор и ведущий Сергей Бархатов знакомят с интересными и неординарными уфинцами, которые многого добились. Яркие, предприимчивые, интересные, культурные личности живут прямо среди нас. Я Сергей Бархатов, приглашаю вас 3 января провести весь день в компании нашего проекта «Один из нас». Гости самые разные. Это люди из сфер бизнеса, культуры, изредка политики даже, музыки, да чего угодно на самом деле. Поэтому и программа, в общем-то, называется «Один из нас», потому что... Ну, понятно, что можно взять интервью Филиппа Киркорова, и он расскажет ничего нового и интересного. Или, я не знаю, тому кого, Владимира Жириновского. Другое дело, когда человек, возможно, нуждается в дополнительном представлении, но разговор с ним может захватить ничуть не хуже, чем какая-то фигура, которую мы давно и хорошо знаем. 9 января стартует марафон выпусков передачи «За порогом». Его ведущий Андрей Кузьмин – путешественник со стажем, который открывает зрителям новые интересные маршруты для выходного дня. Если они поедут куда-нибудь в лес на лыжах, я буду только рад. Но думаю, зрителям будет полезно узнать какие-то новые маршруты, если они ставят перед собой вопрос, куда поехать в эти долгие новогодние каникулы, думаю, они там точно найдут ответ. 10 января Юлия Абдулина расскажет о талантливых умельцах со всех уголков республики в своем проекте «Мастера Башкирии» и покажет многообразие районов региона в передаче «Край родной». Люди должны быть в курсе этого, должны это ценить, должны это уважать, потому что, когда сравниваешь Башкирию, выезжаешь из республики, понимаешь, что это все наша ценность, наше богатство. Смотрите телеканал ЮТВ в новогоднюю ночь и на январских каникулах. А сейчас в эфире обращение от главы администрации Бирского района Антона Владимировича Талалова. Уважаемые жители Бирского района, вот и подходит к концу 2021 год. Что мы от него ждали? Оправдал ли он наши планы, наши надежды, наши ожидания? Безусловно, год был сложный. Мы прекрасно помним, как весной этого года на мир обрушилась пандемия. Как был остановлен мир и Бирский район здесь стал не исключением. Безусловно, мы работали, работали не покладая рук. И, конечно, мы максимально противостояли этой инфекции и максимально сохранили население. Конечно, пандемия внесла в нашу жизнь определенные коррективы. Мы постарались уйти на удаленный доступ. Мы попали в ограничения. Мы добровольно соблюдаем масочный режим. Мы стараемся как-то обезопасить друг друга от этой заразы. И, конечно, в этот период на первое место вышли общечеловеческие ценности. Безусловно, мы научились ценить живое общение. Мы научились ценить друг друга и беречь друг друга. И, конечно, в этом году мы научились работать на удаленном доступе. Мы научились делать многое, но сведя минимальный контакт друг с другом. И это диктует текущее время. В этом году было сделано многое. Совместно была завершена реконструкция центра города. Мы работали над программой «Башкирские дворики». Мы ремонтировали дороги. Мы делали многое-многое другое. Безусловно, здесь без вашей поддержки ничего бы не получилось. Конечно, в условиях пандемии очень сложно находить общение, находить формат именно такого общения, чтобы понимать друг друга. Безусловно, как и в уходящем году, так и в следующих годах власти очень важно слышать мнение каждого из вас. И в условиях пандемии это достаточно сложно сделать, но выход был найден. Мы перешли на интернет-голосование. Мы при помощи различных соцсетей и интернет-ресурсов стали проводить опросы и, конечно, выявлять максимальные потребности наших граждан. Я думаю, мы эту работу будем продолжать и в дальнейшем. Уважаемые жители, уходящий год показал, что вместе мы можем многого добиться. Я вам желаю достойно проводить уходящий год, встретить новый 2021 год, прожить этот год достойно, прожить так, как вы хотите, чтобы развивался город, развивался район, чтобы мы совместно, совместными усилиями добились многого. И, конечно, придя на рубеж следующего года, мы бы посмотрели обратно и сказали, да, мы действительно молодцы. Мы это сделали. С наступающим Новым годом! На сегодня все. Я благодарю вас за внимание и поздравляю с приближающимся праздником. Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый подарит только благополучие, счастье и здоровье. Увидимся в новом 2021 году! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова